Лето без кино или же не только лето? Когда вообще откроются кинотеатры и в Украине и во всем мире? Здравствуйте, дорогие друзья! Я Алексей Першко. Раз вы меня видите, значит вы находитесь на моем YouTube-канале Синекура и смотрите очередной сеанс. Я решил записать это видео именно 2 апреля, дабы избежать 1 апреля, когда этот сюжет мой мог бы быть расценен как некая первоапрельская шутка, поскольку шутить-то здесь, собственно, особо не о чем. И вот о чем я хотел сказать. Вот буквально сегодня, 2 апреля, я на портале кинотеатра.юэй поставил очередную новость, из которой следует, что студия Universal и, соответственно, Illumination, анимационная студия, автор знаменитых миньонов, решили перенести очередной фильм как раз вот с этими самыми миньонами, становление злодея, на кардинально другие даты, то есть буквально еще на год. И это, как мы помним, совершенно уже не первый случай, когда крупнейшие студии переносят релизы крупнейших своих блокбастеров, которые были запланированы на весенне-летний период. Если быть более точным, то речь идет о мае-августе включительно, то есть 4 месяца, которые небезосновательно считаются одним из самых прибыльных периодов в кинопрокатном бизнесе. В своих предсказаниях на предстоящий весенне-летний период я буду опираться в первую очередь на выводы голливудских экспертов, поскольку мне представляется это наиболее правильным, в том смысле, что так или иначе все остальные рынки, все остальные заработки, скажем так, зависят от выхода тех или иных голливудских блокбастеров. Понятно, что в разных странах доля голливудского кино, большого голливудского кино, я не говорю про инди, разнится от территории к территории, но, тем не менее, основные заработки, повторюсь, приносят именно голливудские фильмы. Так что в данном конкретном случае я буду в основном опираться на экспертный материал, аналитический материал, опубликованный буквально пару дней назад в одном из самых авторитетных журналов или же ресурсов, скажем так, точнее, Верайте, который, собственно, и был так и озаглавлен, в том смысле, что будем прощаться с летним сезоном блокбастеров. Для начала небольшое пояснение, почему этот период считается самым прибыльным периодом кинопрокатного года, потому что за эти 4 месяца исторически зарабатывалось, ну или не зарабатывалось, а собиралось валовых сборов 40% от годовых. То есть, если мы исходим из того, что голливудские студии за год во всем мире, в США и во всем мире зарабатывают 11-12 миллионов, миллионов, миллиардов долларов, то за вот эти 4 месяца, с мая по конец августа, заработок составлял, или валовые сборы, объем валовых сборов составляет 4 миллиарда. То есть, вот очевидно, что, почему этот период называется самым выгодным. А теперь, собственно, почему же он таковым не окажется. Да, на первый взгляд, это лето должно было бы быть не менее успешным, если не более успешным, чем лето 2019 года. Потому что предполагался в этот период релиз таких фильмов, как «Черная вдова» со «Скарлетт Йоханссон», как «Девятый форсаж» с Дуэльным, «Скалой Джонсоном» и «Вином Дизелем» и «Чудо-женщина» 1984. Но, как мы знаем, даты этих релизов уже отменены. Конечно, можете вы сказать мне, что еще остаются пару-тройку позиций, которые пока что никуда не сдвинулись. Среди них, например, это новый проект Кристофера Нолана Тенет, или же лучший стрелок «Маверик» с неувядающим Томом Крузом, которые пока что остаются на своих июньско-июльских датах. Но, скорее всего, все указывает на то, что оптимизм студий, выпускающих эти фильмы, слишком преувеличен. Да, и главная загвоздка в этой ситуации заключается в том, что никто в мире не может спрогнозировать, когда же пройдет пик коронавируса, и, соответственно, он пойдет на спад, и когда же, соответственно, с этим начнут открываться кинотеатры. И вообще, что будет происходить в тот момент, вот в тот счастливый момент, когда будет решено, что вот все, сейчас уже можно запускать людей в кино. Почему есть определенные сомнения в этом? Ну вот, хотя бы яркий пример Китая. Опять-таки, о нем я писал на портале кинотеатр.ua, что там, по-моему, пару недель назад в Китае попытались открыть 5% кинотеатров. За тот уикенд они собрали какие-то сущие гроши, и не только поэтому, они были опять закрыты. То есть, даже в Китае, в котором формально и официально пик эпидемии уже миновал, и вирус считается побежденным, никто не спешит открывать кинотеатры. И тут стоит упомянуть еще вот о чем. О психологической стороне дела, которое, впрочем, уже вспоминал в одном из своих предыдущих видео, посвященных той же самой проблеме. То есть, проблемам кинопроката в условиях карантина или же после его отмены. То есть, это психологическая сторона дела. Никто не знает, как поведут себя гипотетические зрители. Существует множество точек зрения на этот вопрос, которые можно, в принципе, разделить на два основных типа. То есть, первый, как иллюстрацией которого, в принципе, является вот пример Китая с этими самыми пятью процентами открытых кинотеатров. То есть, который свидетельствует о том, что люди, даже имея таковую возможность, отнюдь не стремятся немедленно броситься в кинотеатры смотреть фильмы. И, соответственно, никто не знает, сколько в психологии людей должно пройти времени, прежде чем кинотеатральный трафик возобновится полностью. Вторая тенденция прямо противоположна первой. То есть, опять-таки, в том же материале «Верайте» один из экспертов высказывает мысль, что изголодавшиеся по развлечениям и по социальному общению зрители, как только у них возникнет таковая возможность, все же бросятся в кинотеатры смотреть фильмы, даже неважно какие. Вопрос только, останутся ли у них деньги на подобные развлечения после длительного, а длительность мы его не знаем, и никто его не может предугадать, карантина и вынужденной безработицы, или полной безработицы, или же там какого-то урезания зарплат и прочих доходов. Я неоднократно писал также и о гипотетическом третьем пути, или срединном пути, так сказать, намекая некоторым образом на папу Яна Павла III в исполнении Джона Малковича в сериале «Новый папа» Паула Соррентино. То есть это когда некоторые студии попробовали поэкспериментировать в условиях закрытых кинотеатров, пробовали поэкспериментировать со стримингом. То есть мы помним, что на стриминговые платформы были выложены ряд фильмов, которые все-таки успели стартовать в кинотеатрах до их закрытия, но вроде «Человека-невидимки» того же. Ну а самым смелым экспериментом был выпуск анимации «Тролли 2» мировое турне сразу на стриминге, то есть минуя кинотеатры. Но, если судить по все той же статье в «Верайте», этот эксперимент оказался не совсем удачным, особенно в последнем фильме в отношении, ну то есть я имею в виду вот это, значит, вторых «Троллей». Поскольку у них, у этого фильма очень большой бюджет, только производственный, не говоря уже о бюджете маркетинговом и рекламном, и никакой стриминг не способен обеспечить нормальное функционирование вот этой вот экономической модели. Так что очевидно, все-таки, так сказать, это чуть-чуть оптимизма добавлен, все-таки будущее кинематографа все-таки находится в кинотеатрах. То есть, понятное дело, что еще предстоит долго разбираться с фильмами, снимаемых самими стримерами, ну вы понимаете, вроде того же, там ирландца Мартина Скорсезе или Ромы Альфонсо Куарона, но если говорить о фильмах, снимаемых киностудиями, а потом выкладываемыми на стриминг, то тут все не так однозначно. Ну и подводя предварительный итог этого сеанса, скажу, что в общем-то, что касается лета 2020 года, то можно с достаточной уверенностью прогнозировать, что кинотеатры, если они и откроются, то будут находиться еще в крайне чахлом состоянии, хотя бы по той причине, что за исключением каких-то единичных названий, все основные блокбастеры, которые ранее планировались на этот период, уже перенесены их студиями, если не на осень, то и вообще на следующий год, так что в этих даже открывшихся кинотеатрах будет просто нечего показывать, не говоря уже о том, что, собственно, вот, расконсервация этих кинотеатров тоже может занять какое-то время. Ну и в завершение, окончательное завершение этого сеанса, хочу задать один риторический вопрос. Вот если на территории Соединенных Штатов у кинотеатров еще шанс, есть шанс выжить, благодаря тому, что всеми гнобимый президент Трамп выделил все-таки там порядка двух миллиардов долларов на поддержку индустрии развлечений, в том числе и кино, на период коронавируса, и благодаря вот этим субсидиям как-то кинотеатры этот период гипотетически могут протянуть, то что же произойдет с нашими кинотеатрами, которые, как мы понимаем, пока что, по крайней мере, кроме каких-то типа кредитных каникул от государства не получили. Ну вот, теперь и все. До самых скорых встреч. Пока.